Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Русский Мужик, и перед тем, как начать, собственно, снимать видео про самые основные тренировки, а это будет очень скоро, планирую совместить и с тренировками, и за съемками видоса, потому что времени у меня не очень, так уж и много. Я хотел бы поговорить об очень важной теме, это наша программа тренировок. Данная рубрика – набор мышечной массы для военной формы, и сегодня поговорим именно о нашей программе тренировок, что будем когда качать. Напоминаю, что я веду рубрику для тех людей, которые хотят набирать массу для того, чтобы носить военную форму, а это значит, как я уже говорил, у нас целевая мышца, да, конечно, качать мы будем все, но целевая наша мышца будет предплечье, потому что она видна первым из-под военной формы. Соответственно, программа тренировок будет ориентирована, чтобы по максимуму включить предплечье. Итак, сначала хочу сказать то, что, ну, не все знают, те, кто уже опытный до высадочного фитнеса, меня поймут, но они все однако это знают. У нас есть большие мышечные группы, есть маленькие мышечные группы. По-разному они также качаются, и на восстановление маленьким мышечным группам нужно немножко меньше времени, а, к правилу, это от одного до двух дней максимум, все. И большим мышечным группам восстановления нужно три дня минимум, иногда даже больше. Но обычно они за три дня восстанавливаются. Большие мышечные группы грудь, спина, ноги, и даже трицепс иногда, хотя это не самая большая мышечная группа. Итак, программу мы будем ориентировать так, чтобы по максимуму все задействовать и по максимуму давать всему возможному восстановиться. Итак, программа будет ориентирована по дням недели. Первый день недели это у нас понедельник. В понедельник мы с вами будем качать что? Плечи. Именно плечи. Видите, что они у меня достаточно сильно отстают, но это не повод. Опыта у меня уже достаточно много, я два года в зале, и в спорте тоже очень много, чуть ли не с пяти лет в своей жизни. Поэтому все-таки опыт, и к тому же опыт ношения военной формы есть, поэтому я с вами этим поделюсь. В понедельник мы с вами будем у нас плечи. Почему именно плечи? Потому что они, это достаточно маленькая мышечная группа, они очень быстро восстанавливаются, после тренировки практически не болят. Так, если немножко ограничены в движении, забиты, да, это присутствует, но они практически не болят. В отличие, например, от дня ног, вы ноги покачали, у вас потом чуть ли не неделями болят. Потому что все восстанавливается, плечи нет. Соответственно, они восстанавливаются быстрее и не будут потом мешать нам качать другие мышцы. К тому же они будут задействованы. Понедельник, плечи. Во вторник, вот здесь уже начинается внимательно, спина. Спина, это тянущая группа мышц. Предплечье, наша целевая мышца, тоже тянущая группа мышц. Соответственно, со спиной мы будем качать трицепс, так как это положено, и предплечье. Потому что, когда мы делаем тягу, если мы, конечно, лямки эти на себя не мотаем, предплечье очень хорошо задействуется. Соответственно, мы уже в конце упражнения его прям насквозь уничтожим. Среда. Отдых. Итак, понедельник, плечи. Вторник, спина, трицепс. Предплечье. Среда, отдых, чтобы восстановиться. Четверг. В четверг у нас идет грудь. Грудь и спина такие группы мышц, которые надо качать достаточно осторожно. И обязательно их надо качать, ну и ту, и другую группу. Потому что, если будем вот только одну и штиребонь качаться на грудь, потом будем ходить вот такими вот кипозниками. Или на спину, соответственно, лордозниками и так далее. Поэтому качаем эти обе мышцы. Почему-то об этом мало кто из блогеров достаточно говорит. С груди мы у нас качаем бицепс, так как по синергии нужно качать именно эти две мышцы. А с бицепсом у нас что отлично пойдет? Конечно же, наша целевая мышца, предплечье. Итак, данную рубрику я вам объясняю просто для того, чтобы вы понимали, что к чему и что зачем, когда будем качать. Ну потому что дам я вам тренировку, например, тренировка спины. И хомячки какие-нибудь подумают, только ли это нужно будет делать. Нет, ребят, я вам уже сказал, что мои советы, которые я вам даю, которые уже несколько видео сделаны, они не работают без базовой работы на массу. Это я вам уже говорил и повторять буду, потому что повторение мать учения. Итак, четверг, грудь, бицепс, предплечье. В пятницу у нас восстановление, потому что грудь горит после тренировки очень сильно. Прямо прикасаюсь, вот я ее, не знаю, обращал три дня назад, она все еще побаливает. Поэтому пятница восстановление и суббота это у нас ноги. Потому что качать большую группу мышц, которые еще и до хрена знают, сколько восстанавливается, после такой же большой группы мышц, которые еще до хрена знают, сколько восстанавливается, это будет достаточно сложно. Поверьте мне, прыщи-то, заходите, сделать штангу на себя, положите, у вас грудок будет гореть. Поэтому после большой группы мышц обязательно хотя бы день-два восстановиться нужно. Итак, примерную программу тренировок мы с вами построили. Предплечье будем загружать по максимуму. До встречи в следующих видосах. Будем прогрессировать с вами вместе. А не уащипчё.